Да, господа, в наше непростое время особенно актуально известная психологическая формула. Счастье — это когда люди, которые тебе не подходят, к тебе не подходят. В интересах моральной и физической гигиены лучше держать таких людей на максимальной социальной дистанции, как выразилась знаменитая кинодива о рецепте своей вечной молодости. Нужно избегать некрасивых людей и некрасивых эмоций. А встречаться нужно только с теми людьми, кого любишь, а для всего остального есть книги. В самое ближайшее время, а именно 14 февраля, в День влюбленных, у нас есть прекрасный повод встретиться с любимыми людьми. И важно прийти на эту встречу не с пустыми руками. На нашей книжной полке недавно появилось издание «Все гениальное в тостах». Я уже более 40 лет собираю самые изысканные тосты «Объяснения в любви», переиначив известные поэтические строки. Напомню, «Бумагу и огонь, зерно и жернова, секиры, острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова признания в любви, как собственный свой голос». В разделе «Любить» — это прежде всего отдавать, и любовь — прекрасная страна, и только в ней бывает счастье. Собраны самые известные поэтические высказывания о любви. Напомню, что наверняка одной из самых известных принадлежит перу Вильяма нашего Шекспира. «Two of the fairy stars in all the heaven, having some business, do entreat her eyes to twinkle in their spheres till they return. Две самые прекрасные звезды из сфер своих мечтают удалиться и просят, чтоб глаза твои на время на небесах светили вместо них. И в небесах такой бы яркий свет, твои глаза потоком излучали, что птицы, ночь приняв за светлый день, запели бы». Да, господа, нам важно это утверждение, что люди, звери, растения, пожары, битвы и то да сё, всё, что не есть на этом глобусе, произошло от вечной склонности, от этой вечной нежной склонности или от отсутствия её. С приближающимся праздником, господа, ваше драгоценное здоровье! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова